Привет, ребят! Долгожданная посылочка с колоночкой GBL Flip 5. Сейчас вскрываем и сразу приступаем к жёстким тестам. Наконец-то эта колоночка попала ко мне в руки и почему пришлось так долго её ждать? Потому что я заказал белый цвет. Я уже давно мог купить чёрного или тёмно-синего цвета, но у меня никогда не было колонки белого цвета, поэтому я очень хотел в этот раз купить белую. И поэтому пришлось подождать на месяц дольше. Но зато я получил колонку нужного мне цвета. Теперь мы вскрываем коробочку, смотрим, что нас там ждёт и сразу наваливаем жёсткий бас. В комплекте имеется один проводок для зарядки USB Type-C и инструкция. Посмотрите, как прикольно на этот раз упаковали колоночку GBL. Это вот такой кейс из твёрдого пенопласта. Сейчас его будем вскрывать. Блин, вообще прикольный такой чехол. Даже не знаю, как его использовать. Может из него сделать портативную колонку, вставить сюда динамики и усилитель? Напишите это в комментариях. И вот он Flip 5 в белом цвете. Очень красиво выглядит, особенно пассивки. Посмотрите, какого красивого они цвета. Конечно, на эту колоночку уже на YouTube очень много обзоров, поэтому я кратко пробегусь, потому что увижу на корпусе кнопка включения, Bluetooth, индикатор заряда аккумулятора и открытый разъём USB Type-C. Он защищён от воды, так же, как и на моём телефоне Samsung A5. С этой стороны кнопка Play-Pause, плюс и минус громкость и кнопка Party Boost. Это типа коннекта, только новая версия, поэтому эта колонка не подключается к предыдущим версиям. Это, конечно, обидно, но это говорит о том, что скоро выйдут все версии, обновлённые с этой кнопкой. Поэтому будет и второй JBL Bomb Box, JBL Extreme 3 и, естественно, JBL Charge 5. Также здесь имеется ремешок, как в четвёртом флипе, такие же на нём узелки, которые сложно завязать, но они выглядят красиво и не развязываются. Напоминаю, что у меня есть канал в Телеграме, и там все самые крутые бас-треки из моих видео. Просто вбивайте Pasha S, и вы там меня легко найдёте. Давайте сразу снимем защитную ткань, чтобы посмотреть, как Flexit Dynamic. Все-таки, ребят, не зря я ждал именно белую версию этой колонки, так как она немного отличается от тёмно-синей и чёрной версии. Если вы уже смотрели несколько обзоров на эту колонку на других каналах, где снимают защитную ткань, тогда вы уже заметили, какие имеются отличия по корпусу в этой версии колонки. Например, в другой версии здесь есть ребрышки, а у меня здесь абсолютно гладко. Также тех, кого интересует версия этой колонки, сейчас я вам попытаюсь это показать. Конечно, на данный момент ещё неизвестно, какая из версий этой колонки лучше всего, поэтому мы её будем жёстко тестировать, посмотрим, как моя колонка будет выдерживать жёсткие тесты, также посмотрим на других каналах, как другие версии будут выдерживать у других блогеров, и попытаемся сделать какие-то выводы, в чём же всё-таки они отличаются, кроме внешнего вида корпуса. А самое главное, меня волнует, как она будет выдерживать погружение под воду, потому что некоторые версии колонок JBL плохо выдерживали погружение под воду. Например, JBL Charge 4 TL-версия оказалась хуже, чем GG-версии, и она плохо выдерживала погружение под воду. Надеюсь, с этой колонкой таких проблем не будет. Также мы сейчас замерим громкость на моём шумомере, чтобы узнать, сколько она выдаст децибел. Сравним с четвёртым флипом, естественно, чтобы понять, какая колонка громче. Но то, что в этой колонке больше басов, это я могу уже сейчас вам сказать, потому что это сразу слышно. Ну и напоследок, естественно, мы навалим самый лютый бас на этой колонке, выведем этот динамик на максимальный ход, пассивки тоже, для того, чтобы проверить, сгорит она от перегрузок на минусы Bluetooth или нет. Теперь включим функцию минусы Bluetooth и опять замеряем громкость. Ну вот, это совсем другое дело. На минусы Bluetooth 98 децибел для такой колоночки, это, естественно, очень много. Сейчас попробуем то же самое сделать с JBL Flip 4. Теперь осталось включить функцию минусы Bluetooth на JBL Flip 4 и посмотрим без ограничений, какая колоночка будет громче. Ну и как мы видим, на функции минусы Bluetooth колоночка JBL Flip 5 все равно остается громче, чем Flip 4. Продолжение следует... Продолжение следует... колонка нереально нагрелась прям руки обжигает но мы все равно продолжим наваливать бас и посмотрим сколько она выдержит надеюсь что она не сгорит раньше времени чё-то мне не везет и одна и вторая колонка вырубается наверное за перегрева то что они на солнце находятся и сильно нагреваются из-за этого и 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok